здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем с вами знакомство с интерфейсом программы pte av studio на прошлом уроке мы рассматривали окно объект и анимация закладку свойства я хочу коротко остановиться на пару вещах которые я как бы упустил по моему из виду у нас сейчас три слайда в списке слайдов выделен средний снизу строки расстояния мы видим длительность его 5 секунд и общее полное время 7 секунд как мы знаем полное время она складывается из длительности слайда и перехода последующего которое указано следующем слайде 2 секунды если мы перейдем на таймлайн здесь мы сможем увидеть реальное время и расположение переходов серые полоски он здесь 5 секунд это реальное время слайда основное скажем так 5 секунд опять секунд и плюс переход следующего слайда 2 секунды 7 секунд это полное время слайда так как на протяжении этих двух секунд наш картинка еще продолжает быть видимый из первого слайда это первый момент и второй момент то что я упустил это на закладке свойства предыдущем уроке у нас самом низу есть такая строчка параметр диапазон диапазон указывает по умолчанию от 0 секунд и до конца полного времени слайда то есть вот отсюда до окончания исходящего перехода 7 секунд в этих полях диапазоне мы можем единственное что делать если мы поменяем значение то мы ограничим видимость данного слоя скажем мы хотим видимость данного слоя сделать после окончания перехода то есть двух секунд и до начала следующего перехода до пяти секунд следовательно нам надо в миллисекундах это будет 2000 указать и здесь 5000 то есть мы указали для данного слоя видимость от двух секунд до пяти секунд во время перехода у нас видимость отсутствует для данного слоя как мы видим при протяжке появляется исчезает но здесь один момент еще надо учитывать это только видимость это никоим образом не влияет на какие-то движения в данном слое если движение начинаются самого начала слайда и заканчиваются в конце слайда то они будут просто на этих участках невидимы так ну с орден теперь можно перейти закладки анимация и мы начнем сегодняшнюю тему это обзор закладки анимация то есть интерфейс здесь много всяких вещей на которых я подробно останавливаться не буду скажем те же модификаторы цветокоррекция для этого нужно делать специально отдельные уроки потому как это очень достаточно объемные темы и так мы закладки анимации мы имеем параметры движения выделенного слоя выделяется слой давайте добавим еще одну картинку выделяется слой и здесь его параметры если мы увидели нижний слой то будут параметры для нижнего слоя и так так давайте пока отличим видимость нижнего чтобы не отвлекало какие параметры движения для анимации мы имеем ввиду имеем на закладке анимации это Это панорамирование, сдик, это масштаб, размер, это угол, вращение и наклоны. Вот это вращение вокруг оси, вот это наклоны по оси Y и наклоны по оси X. Двойным щелканием по букве мы возвращаем исходные значения. Далее мы можем изменить центр вращения для данного объекта, кадрирование, непрозрачность, размытие, цветокоррекция и установить время, в настоящее время выделенного ключевого кадра. У нас он стоит в самом начале слоя, поэтому стоит 0 секунд. Если мы его передвинем в другое место, здесь будет стоять уже другое время. Грубо мы передвигаем мышкой, устанавливаем ключевой кадр. Если нужна точная коррекция, значит мы здесь в поле вводим точные значения и получаем, соответственно, положение ключевого кадра на этом точном значении. Остановимся подробнее на всех параметрах, начиная сверху. Это панорамирование, сдвиг по оси X, влево-право по оси Y, вниз-вверх и по оси Z. Z – это приближение и удаление от, скажем так, от экрана или от того, как мы это себе видим. Вот это приближение к нам – это отдаление от нас. И если мы сделаем какие-то… Так, ну ладно, это в принципе потом, сейчас не будем. В общем, приближение и отдаление от нас – вверх-вниз, влево-вправо. Мы можем двигать мышкой на экране. Так, еще один момент я, по-моему, не говорил в прошлый раз. Смотрите, когда я мышкой двигаю объект на экране, у меня пропадает обводка, вот эта зеленая, с маркерами. Только когда двигаю. Пропадает и в какой-то степени это удобно, если нужно куда-то пристыковать, чтобы обводка не мешала. Как это получить? В настройках еще, здесь снизу, надо поставить галочку «Скрывать выделение при изменении». Вот это. «Скрывать выделение при изменении». Если я уберу эту галочку, то, соответственно, мы, когда двигаем, у нас обводка остается. Если мы поставим галочку, то обводка у нас пропадает. Итак, панорамирование. Мы можем двигать мышкой на экране. Соответственно, меняем положение по «Х», «У». По «З», по глубине мы не можем менять с помощью мышки. Это надо менять здесь, в поле. Или перетаскивая влево-вправо с помощью двойной стрелки на букве «З». Или вводя значение в поле. Значение в поле можно вводить с помощью клавиатуры. Можно вводить с помощью, когда вы выделяете значение, можно вводить с помощью стрелок вверх-вниз. Значение будет меняться на одну единицу. «Стрелка вниз», «Стрелка вверх». Или выделяем страницу вверх, страницу вниз клавиши на 10 единиц. Вверх, вниз. Соответственно, здесь тоже можем делать. Также и в поле «З». На 10 единиц. Или на одну единицу с помощью стрелок вверх-вниз. Это, так скажем, для сведения. Какие возможности есть влиять на этот параметр. Вернее, на значение этого параметра в полях. С помощью перетаскивания мышкой. С помощью растягивания двойной стрелкой на букве. Или с помощью вывода стрелкой вверх, стрелкой вниз. И страница вверх, страница вниз. Определенные фиксированные значения будут. Далее. Остановимся полностью мы на этих вещах, что здесь возможно. Что еще? В данном случае у нас показаны проценты. То есть мы перемещаем на 26% влево. Мы можем здесь выбрать пиксели или точки. В пикселах, соответственно, будет показываться в пикселах. То же самое и на масштабе. Мы можем выбрать пиксела. И сейчас, скажем, если я поставлю 100%, картинка у нас откроется на весь экран. Вписалась. Так как по умолчанию стоит вписать кадр здесь. Для новых слоев. И она на 100% у нас вписалась полностью по высоте. Если мы нажмем здесь и кликнем на исходный размер, у нас появится картинка в исходном размере. Экран у нас сейчас 16.9. 1900 на 1920 на 1080. Размер картинки 1067 на 800. Соответственно, если мы выбрали здесь исходный размер, она у нас вот таким образом уменьшится и примет свой реальный размер, который она имеет на экране 16.9. Так, пиксел. Еще один момент. Вернем. Давайте в проценты. проценты у нас показывают нулевые значения от центра экрана. Видите, я сбросил сейчас по умолчанию, и у нас стоит 0 по х и 0 по у. То есть картинка у нас стоит в центре экрана. Соответственно, и центр вращения, вот этот вот, он у нас совпадает с центром экрана. Если мы переведем в пикселы перемещение и масштаб, то когда выбраны пикселы, то картинка располагается относительно левого верхнего угла. Поэтому у нас сразу здесь в панорамировании появилось значение 426,5 пиксела от левого верхнего угла вправо по х и 140 пикселей вниз по у. У нас сейчас включена сетка. Так, золотое сечение, скажем, третей, 3х3. И тут есть еще один момент, о котором я не упоминал. Привязка к краям сетки. Вот, если галочку поставите, то у нас изображение будет примагничиваться. Ну, надо ставить достаточно близко, чтобы примагнитилось. И оно у нас примагничивается. Давайте поставим наше изображение, для которого мы выбрали пикселы. Максимально близко к левому верхнему углу. Отпускаем, и мы видим х равно 0, у равно 0. То есть отсчет положения в пикселах, когда выбрано в пикселях, у нас идет от левого верхнего угла. Вот такой момент. Надо иметь в виду. Возвращаем проценты. Соответственно, сейчас у нас здесь появились значения, так как мы сместили от центра наше изображение. А как мы до этого только что говорили, в процентах изображение располагается в центре экрана с нулевыми значениями. Так, по панорамированию все. По масштабу еще можно добавить следующее. То, что я здесь делал, это понятно. Исходный размер 100%. Плюс ко всему мы можем картинку искажать. Ну, скажем, для фотографии это не актуальная вещь, искажать нам не нужно. Но если мы там используем какие-то градиенты или solid color, возможно, нам необходимо, скажем, уменьшить по х, а по ирик оставить. Вот этот замочек мы размыкаем. Это один способ. И мы можем менять значения по ирик и значения по х. потом мы смыкаем. И это так и остается. Измененные, так скажем, вещи. Вернуть назад надо выбрать или исходный размер, или 100%. Еще раз. Размыкаем. Искажаем. Смыкаем. Хотим быстренько вернуть в нормальное состояние. Выбираем здесь или 100%, или исходный размер. Второй способ размыкания замочка, вернее, размыкания замочка делать не нужно. Делается на экране. Для этого нажимаем клавишу shift и подводим. Ну да. Там никаких знаков появляться не будет. Просто нажимаем клавишу shift. Нажали. И подходим к маркеру с двойной стрелкой растягиваем влево или вправо. Соответственно, мы искажаем нашу картинку. Тут еще есть возможность для наклонов с помощью shift. Если мы от маркера скажем, давайте вернем в исходное положение. Вот так с помощью shift мы искажаем. А если мы от маркера чуть в сторону отведем, у нас появляются изогнутые двойные стрелки. Это наклоны. Чтобы делать наклоны, надо нажать клавишу shift. Вот сейчас я делаю без shift. нажимаем клавишу shift. Появляется еще один значок. Видите? Shift. Появился значок. И мы делаем наклон. В одну сторону shift. Появился значок в другую сторону. кроме того, это делается на букве. Вращение. Наклон по оси Y. Наклон по оси X. И плюс, как мы уже до этого говорили, с помощью клавиш стрелка вверх стрелка вниз. Страница вверх страница вниз. или просто вводим числовое значение в поле. Какое нам нужно конкретно. Двойной шелчок. Возвращаем значение по умолчанию. Так. По масштабу прошлись. С процентами пикселями понятно. Модификатор это я в конце пару слов скажу. С углом я надеюсь тоже все понятно. центр. Центр вращения. Много задают вопросов и скажем так для многих немного проблематично работать в центре вращения. Хотя я не понимаю почему это простая вещь. возьмите листок бумаги приколите иголкой его к столу и вращайте этот листок. Иголка воткнутая в бумагу будет центром вращения а листок будет вращаться вокруг этой иголки. То же самое здесь. Вот у нас центр вращения. мы его можем смещать с помощью двигая на букве или другими способами которые мы только что рассматривали вводить числовое значение стрелки вверх вниз. Но в отличие от PSP мы видим что у нас при этом нет центра вращения не смещается а картинка относительно центра вращения. Ну вот такая особенность PTE. Ничего здесь не попишешь скажем так. Поэтому есть еще другой способ если вас это немного как бы не устраивает мы можем сдвигать центр вращения с помощью зажатой клавиши shift. При этом картинка будет оставаться на своем прежнем месте но будут меняться значения панорамирования по оси X и оси Y. То есть как бы мы вот это смещение картинки относительно центра вращения будем сразу же компенсировать числовыми значениями в этих полях. Делается это вот так. Подобить мышку центра вращения допустим мы хотим сделать центр вращения вот на этом бантике вот на этой точке в принципе здесь как говорится все делается элементарно просто и очень точно можно сделать вот в эту точку поставить здесь никаких зломных расчетов делать не надо все визуально итак мышкой подходим к центру вращения нажимаем клавишу shift у нас превращается в руку это означает что мы можем центр вращения передвигать куда хотим и как мы до этого уже наговорились мы ставим его центра вращения на кончик вот этой повязки поэтому сейчас когда мы начнем вращать нашу картинку она будет вращаться относительно вот этой точки куда мы воткнули нашу иголку скажем так все очень просто вращение вот это c пожалуйста мы вращаем картинку относительно этой точки мы можем ее воткнуть эту иголку куда хотим еще раз нажимаем shift да смотрите при этом здесь панорамирование у нас изменилось то есть картинка передвинулась таким образом чтобы она как бы оставалась еще в центре а вот это у нас компенсационные сдвиги по x и по y мы можем так же передвинуть скажем ну не знаю если хотите очень точно надо увеличивать масштаб если приблизительно давайте на кончик носа сделаем пожалуйста картинка вращается по кончику носа вы можете ее вынести за пределы картинки от центра вращения в любое место куда вам надо соответственно картинка будет вращаться относительно уже вынесенной за пределы точки вращения и это будет выглядеть уже вот таким образом наша картинка вращается относительно точки которые мы вынесли за пределы изображения все очень просто центр вращения работает именно так в отличие от PSP в PSP нам не так часто приходится прибегать к центру вращения потому как скажем для того же слитного движения нескольких слоев с наклонами и вращениями нам надо было всегда совмещать центры вращения в PSP здесь же мы используем контейнеры в которые вкладываем и размещаем наши картинки так как мы хотим и они соответственно двигаются у нас слитно давайте мы эту картинку сделаем снова видимой мы изменим ее размер далее мы вложим в верхнюю картинку вырезать выделяем верхнюю картинку и вставить и у нас получилась уже она как бы в контейнере наша верхняя картинка имеет центра вращения за пределами с нашей нижней картинкой мы ничего не делали мы там не ставили центра вращения ничего просто ее поставили в контейнер и мы видим что обе картинки вращаются вместе вокруг центра вращения родительского слоя в данном случае это картинка которая у нас наверху вот эта вот таким образом это функционирует поэтому я не вижу тут особой сложности центра вращения просто нужно как-то немного себе представить как это работает самый простой как я сказал это листок бумаги и иголка вот попробуйте просто возьмите иголку положите на какую-то поверхность приколите ее листок бумаги и иголкой и увидите как он вращается точно так же здесь правда вы не сможете вотнуть иголку за пределами листочка но здесь в нашей программе это возможно так давайте удалим нижний итак центр вращения только что мы по нему прошлись вернем его давайте в исходное положение соответственно у нас картинка переместилась туда где она была откорректирована мы ее опять возвращаем в центр сбрасываем значение по умолчанию и масштаб у нас исходный размер здесь ставим опять авто центр у нас был да так далее идет кадрирование кадрирование это обрезка обрезка и увеличение масштаба вот это по x по y но обрезка не самого вот этого изображения которое у нас сейчас исходный размер указан а самой картинки вот в этом изображении это функционирует вот таким образом допустим мы хотим так для этого надо увеличить сначала масштаб это даже я бы назвал не обрезкой а скорее всего больше подходит увеличение масштаба по s со смещением далее по оси x и по оси y таким образом мы увеличиваем масштаб мы имеем возможность сместить эту картинку так назад мы имеем возможность сместить эту картинку по оси x или по оси y то есть таким образом мы делаем как бы центрирование как нам нужно данной картинки в тех пределах исходного размера который у нас был в самом начале вот в пикселах это было 1067 на 800 это исходный размер картинки мы увеличили масштаб до 150 и сместили по x и по y так как нам нужно чтобы ее центрировать скажем если мы возьмем другую картиночку так 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 посмотрим давайте вот это возьмем и мы хотим оцентрировать скажем вот на этой девушке для этого нам так на экране нельзя делать это надо делать здесь потому что на экране мы делаем панорамирование масштаб у нас уже увеличен осталось только сместить сместить по x по y и мы сконцентрировали наше внимание на девушке вот этой увеличив масштаб картинки вот это кадрирование ну да может быть и подходит это слово но это не обрезка вы должны понимать что у нас само изображение оно в таком же размере находится на экране как и исходное просто мы увеличили его масштаб и сделали смещение по оси x и y чтобы сделать какое-то определенное акцентирование на конкретном месте данной фотографии обрезка она работает немного по-другому здесь мы вернее здесь вот есть кадрирование мы можем выбрать какие-то другие пропорции 4 к 3 1 к 1 и у нас уже происходит обрезка вот здесь я бы сказал обрезка не кадрирование обрезка потому что мы исходное изображение мы его обрезали до 1 к 1 она у нас была 4 к 3 если мы вернем все назад вот здесь вот вернемся назад смотрите вот здесь мы обрезали поэтому на закладке свойства здесь больше подходит слово обрезка хотя у нас уже есть слово подрезка но подрезка это когда мы подрезаем с краев слева сверху справа снизу края подрезаем на выбор вот это кадрирование оно делается под определенные соотношения сторон обрезается изображение поэтому здесь больше подошло бы подрезка и обрезка но это так в качестве моей фантазии а вот здесь подошло бы и то что стоит кадрирование то есть мы кадрируем наше изображение в пределах оригинального размера увеличивая масштаб и смещая по оси x и по оси y надеюсь все объяснения я то что сделал доходчиво и вы разберетесь с этим когда нужно сделать скажем вы применили какой-то стиль и получилось так что у вас фотография давно не акцентирует внимание на главном объекте вот с помощью кадрирования которое не меняет размеры вы сможете увеличив немного масштаб перевести внимание на какой-то объект на этой фотографии так далее остались у нас еще раз два три и четыре параметра ну они у нас достаточно простые непрозрачность это как уже само слово говорит по молчанию галочка стоит и там размытие по молчанию ноль то есть нет размытия и прозрачность сто процентов мы можем уменьшать прозрачность вплоть до того что полностью убираем по молчанию сто процентов и так же мы можем размытие менять добавляем в ПТ есть очень хорошая возможность размытие в минус она дает на вот такой эффект достаточно оригинальная вещь которую можно используя с фильтрами коррекции цветовыми получать интересные эффекты когда мы переводим размытие в минус ну тут больше нечего добавить и цветокоррекция вот эти параметры цветокоррекции и модификаторы по ним надо делать отдельные уроки слишком большая тема чтобы здесь освещать и так мы уже больше получаса разговариваем поэтому я вкратце просто открою покажу цветокоррекции фильтры уровни яркость контраст оттенок насыщенность тонирование то есть мы можем подкрасить также есть окрашивание определенные цвета уже установлены и инвертация негатив вот такие фильтры каждый из этих фильтров если мы выбираем содержит в себе определенные настройки которые можно можно менять но об этом как я уже сказал будет отдельный урок тоже касается модификаторов как вы видите модификаторы стоят на всех параметрах за исключением фильтров что себя включает модификаторы это скорость анимации то есть это даже можно сказать не совсем модификаторы а характер движения скажем так как в PSP здесь мы можем выбрать ускорение замедление плавно и особая скорость и также модификаторы на сдвиг по X по Y и по Z каждый из вариантов предполагает определенные настройки параметры с настройками колебания прошивки пинг-понг сдвиг по которым мы будем говорить отдельно и в самом низу опять чуть не забыл время кадра время кадра или я по-моему в начале урока уже говорил да это время указывается выделенного ключевого кадра который вы можете приблизительно установить двигая мышкой или точно вводя значение в это поле на этом наверное мы закончим наше знакомство с закладкой анимация что касается интерфейса ну некоторые детали мы здесь рассмотрели как говорится попутно и до следующего урока не знаю еще пока на какую тему он будет но это будет в последовательности опять относиться к интерфейсу возможно модификаторы будем рассматривать или коррекцию цветокоррекцию желаю всем всего хорошего до следующего урока до следующего урока